Восьмой раз в Екатеринбурге проходит ежегодный фестиваль Дни Белого Цветка. Главная идея проекта – возрождение исторической памяти о царской семье и традициях благотворительности, которые они поддерживали. Неслучайная тема этого благотворительного начинания нашла свое отражение и в сюжетах фресок «Храма на крови». Подробности в репортаже Варвары Антрубовой. Дни цветков стали проводиться в России с 1911 года. Императрица Александра Федоровна лично организовала четыре больших базара, где можно было приобрести символические букетики белых ромашек или маргариток. Каждый давал за них сколько может – от нескольких копеек до сотен тысяч рублей. Вырученные средства направляли на борьбу с туберкулезом и поддержку бедных. После революции 1917 года праздник, как и все, что связано с царской семьей, попал под запрет. Возрождение традиции в Екатеринбурге началось в 2013 году в виде благотворительного фестиваля «Дни белого цветка». Фестиваль «Дни белого цветка» – это благотворительный фестиваль. Одна из тех немногих, наверное, форм, когда могут принять участие в этом фестивале абсолютно все. То есть благотворительность – это дело не только богатых людей, у которых есть деньги. Как раз фестиваль, он скорее направлен на тех людей, у которых нет возможности финансов кому-то помогать. Именно своими руками, своими усилиями, когда они делают вот такие или вот такие всевозможные цветы, они таким образом помогают людям. Приезжая на отдых в Крым, царская семья вместе со своими обязательными церемониями привнесла и обычаи благотворительности. Так до наших дней дошли фотографии, где можно увидеть цесаревича Алексея и великих княжон у стен Ливадийского дворца перед благотворительной ярмаркой. Именно этот сюжет лег в основу одной из фресок, расположенной на южной лестнице храма на Крови. Автором композиции является известный художник Мария Вишняк. По словам Марии Вишняк, при написании композиции основным желанием было сделать все так, чтобы никого не оставить равнодушным, чтобы как можно больше людей захотели увидеть, прочитать и узнать об истинной жизни этой святой семьи. Цесаревич Алексей и великие княжины не могли оставаться равнодушными к чужой беде. Каждый год, приезжая в Ливадию, они вместе с родителями участвовали в благотворительном базаре. По словам Марии Вишняк, из этой фрески ушло все случайное и наносное, то, что каждый год менялось. И главное здесь то, что эти дети с их чистыми душами, всем существом были готовы участвовать во взрослой жизни своей страны. Моя главная задача в этой росписи состоит в том, чтобы люди полюбили эту семью. Просто полюбили. Полюбить невозможно то, что некрасиво. Поэтому здесь взяты простые сцены. Помимо этой композиции Мария Вишняк изобразила ключевые события, связанные с царской семьей. Миропомазание, перенесение мощей преподобного Серафима Саровского, государь на войне, императорский госпиталь в царском селе, древо Романовых, последняя молитва и другие. Новые фрески органично сочетаются с уже привычными глазу прихожан росписями храма памятника на крови в Екатеринбурге.